Привет, Дмитриевна. Максим Касьянов, Independence, MassMedia. Здесь было очень много людей, которые там что-то кричали, там, Фарион, вон отсюда. То есть есть какое-то вот предубеждение к вам лично, да? Я думаю, во многом это предубеждение связано с роликом вот этим известным в детском саду, да? Вот вы могли бы сказать, все-таки, вот самое, больше всего, что я попрашивал, да, вот коммунистов, они говорят, вот, Фарион хочет всех нас переименовать. Вот если я Михаил, я хочу быть Михаилом, я не хочу быть Михасен, там, вот, ну. Правда ли, что Фарион хочет переименовать вот каждого вот? Это те вот стереотипы, которые вот сложились. Нет, это называется, знайшли скалку в оции, а колоды перед собою не бачить. Я пришла в детский садок до украинских детей, не до российских, не до белорусских, не до польских. И тем украинским детям я говорила про правильные формы имен, соответственно, до норм украинской мовы. Меня не интересуют нормы другой мовы, меня интересуют мовные нормы своей мовы. Это делают не только Ирина Фарион, это делают миллионы вчителей и выкладчиков филологии. То есть вы выполнили просто работу учителя. Это все одно, что, я прошу, это все одно, что кто-то бы казал типа, короче, вообще говоря о украинской мове, я бы вы правили эту помилку. То комунисты, ты тоже бы меня звинуватили в том? А комунисти, я прошу, это, власне, те, кто выложил 14,5 тысяч слов с украинской мовы. Комунисти, это те, кто уничтожил все наши терминологические словники. Комунисти, это те, кто уничтожил украинских мовознавцев, которые создали украинский правопис. Комунисти, это те, кто уничтожил институт украинской мовы, в котором остались из полного склада только привиральницы. Понятно. То есть, если кто-то хочет зваться там Михаилом, это его делать. Да нехай хоть сосною обзываются. Потому что здесь, ну, есть стереотипы, понимаете, в этот вопрос можно... Стереотипы есть тогда, если ты хочешь, чтобы они были. Если ты хочешь узнать правду, ты шукаешь шлях до нее. Треба было прийти на эту встречу и со мной поспілкуваться. То есть поговорить и не драться. Я подходила, звичайно, я подходила до кожної людини и тиснула ей руку. Вы, напевно, это видели. Да, конечно. Чи это был милициант? Я же не знала, кто такой вы. Но я подошла до вас и тиснула руку, правда? Так. Я же не знаю, с какой вы политической силы, какого вы характера журналист. Я открыта людина, я для того сюда и приехала. Я могла бы сидеть у себя на мажоритарном округе и спілкуваться с своими выборцами, и интеллектуализовать с ними. Но я хочу рассказать правду не только о себе, а о идее, которую я рассказываю. Поэтому абсолютные поразки сняли сегодня донецкие маргиналы.